История еще одна очень важная, и тут Владимир Зеленский декларировал желание мира с самого начала, и об этом говорил неоднократно. И вот здесь как раз-таки можно, оценивая его работу в этом направлении, сказать, где есть успех, где есть какие-то провалы. Вам лично, вы же были в Париже, да? Вы с Лесей Басманом летали в Париж, вот эта встреча 9 декабря. Вам лично нравится все то, что Владимир Александрович делает в направлении мира? Да, я объясню почему. Во-первых, мне нравится, что обменены люди. Потому что я себя представляю на месте этих несчастных украинцев, которые томились в российском плену. Мне это нравится, что они дома. Дальше, мне нравится, что он не сдал украинских интересов на встрече с Путиным. Он не пошел на особый статус Донбасса в Конституции. Он не пошел на выборы в Ордло, так называемом, до выхода украинской армии к границе. Его к этому всячески склонял Путин, но Зеленский не поступился ни одним из этих серьезнейших моментов. А что он дальше может сделать? Задаю я вопрос. И отвечаю, ничего. От него больше ничего не зависит. Он не может добиться того, чтобы Россия отдала Крым. Она его не отдаст, ни при каких обстоятельствах. Пора об этом говорить вслух и понимать это. Она его может отдать, только если она сама будет слабая, как мы в 2014 году. Вот тогда будет другой разговор. А так она его отдавать не собирается и не будет. Ядерное оружие применять будет, защищая Крым. Что касается Донбасса. Донбасс России не нужен. Она хочет вздыхаться от него. Но просто так взять и подарить Украине Донбасс? Даду ли две вам? Особый статус Донбасса. Сначала выборы, чтобы мы вам засунули там всех этих ребят на выборные должности. Мы вам гнойник засунем. Ведь Россия это страна, которая способна не созидать, а разрушать. Вот разрушать у нее получается очень хорошо. Молдову суверенную разрушили, отлично. Карабах, азербайджанцы с армянами дерутся до сих пор, прекрасно. Грузию разрушили, прекрасно. Украину разрушили. Разрушать они могут, созидать нет. Поэтому Донбасс на условиях Украины, Украина никогда не получит. И я об этом Владимиру Зеленскому сказал тоже в глаза. Не будет Донбасса в составе Украины. Не будет в ближайшее время.